На минувшей неделе в республике активно обсуждалось не только пресловутая прямая линия ради Хабирова, но и утверждаемый госсобранием бюджет республики Башкортостан на 2024 год. Даже беглого взгляда на укрупненные показатели этого бюджета достаточно для того, чтобы испытать нешуточное беспокойство за судьбу жителей региона в ближайший год. Валовый бюджет республики Башкортостан в 2024 году составляет 300 миллиардов рублей. Совсем без малого. При этом уже сразу изначально закладывается дефицит бюджета 10%, 30 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2023 году дефицит бюджета был 21 миллиард рублей. То есть у нас идет резкое увеличение изначально заложенного дефицита. Причем, как отмечал Константин Борисович Толкачев, не весь объем дефицита бюджета обеспечен какими-то заимствованиями в будущем. То есть спланированы затраты и непонятно откуда возьмутся деньги. Пока непонятно. И традиционно к концу года, естественно, бюджет вырастает за рамки планированного. То есть те 30 миллиардов, которые мы запланировали себе как дефицит бюджета, очевидным образом будут превышены. И тут надо отметить, что 5 лет назад гражданин Хабиров получил республику Башкортостан от Хамитова с профицитом 40 миллиардов рублей. И за 5 лет Хабиров смог промотать всю эту кубышку, да еще и залезть в нешуточные долги. Долги. Именно долги есть серьезные у республики Башкортостан. На сегодняшний день государственный долг региона составляет 70 миллиардов рублей. Только одних процентов по этому долгу Башкортостан платит 3 миллиарда в год. Для понимания, например, за три года с 2020 по 2023 год госдолг вырос с 13 до 70 миллиардов рублей. Госдолг, напомню, это то, что регион заимствует либо в федеральном бюджете, либо в каких-то еще государственных источниках, трансферты, субсидии и так далее. Это то, что нужно теоретически возвращать. У Башкортостана отмечается крайне низкий темп прироста доходов бюджета. Это всего лишь 11,8%, что ему дает 60-е место в Российской Федерации. Зато мы рекордсмены по дефициту бюджета. По дефициту бюджета относительно объемов бюджета мы на втором месте в Российской Федерации. В чем, собственно, причина вот такого стабильного падения бюджета, такой стагнации региона? Почему мы не видим развития и процветания, невзирая на все причитания Хабирова о неимоверном росте промышленного производства? Ну, то есть, либо рост промышленного производства, здесь это все вранье, либо что-то здесь совсем не так. Собственно, причин здесь может быть много. Они могут быть и субъективными, и объективными. Например, оберэкономист Республики Башкортостан Рустам Шаяхметов сообщает, что он видит причиной вот такого вот бедственного положения бюджета Республики излишнее рвение ради Хабирова при раздаче налоговых льгот тем предприятиям, которым, в общем-то, эти льготы не очень нужны. В 2023 году уходящем Хабиров разрешил не платить в казну региона 20 миллиардов рублей тем предприятиям, которые ему, видимо, очень широко улыбались. Для сравнения, в 2022 году это было 13 миллиардов рублей. В числе тех предприятий, которым Хабиров разрешил оставить себе заработанные деньги и не платить положенные налоги, например, Башнефть. Ну, согласитесь, предприятия, которые 14 раз в год повышают цену для потребителей бензина, для граждан, и при этом вот это же предприятие ловит от Хабирова, ну, очень солидную налоговую льготу и не платит эти деньги в бюджет. Ну, теперь давайте пробежимся по строкам бюджета на 2024 год и попытаемся понять, на чем придется экономить и кто будет жить хорошо в 2024 году. Давайте прямо по строчкам. Содержание и строительство дорог. Минус 29%. Минус 29% это минус 12 миллиардов рублей. То есть, дороги, являясь самой больной темой республики, еще хуже будут строиться и обслуживаться в 2024 году. Благоустройство. Речь идет о благоустройстве населенных пунктов. Минус 10%. Не досчитаемся полумиллиарда рублей. Здравоохранение. Одна из главных статей расхода бюджета. Минус 8%. А вот по здравоохранению минус 8%. Это 14 миллиардов рублей. На эту сумму будет меньше затрачено на здравоохранение в республике. Охрана семьи и детства. Минус 15%. Физкультура и спорт. Минус 38%. Молодежная политика. Минус 52%. Ну, тут Яна Гайдук, даже если захочет что-нибудь украсть, уже не сможет. Финансовая поддержка малых городов и населенных пунктов. Речь идет о межбюджетных трансфертах. Минус 5%. То есть, это только основные траты бюджета, они сокращаются. Вообще, бюджет 2024 пройдет под девизом сокращения и урезания. Ну, а что что-нибудь вырастет, какие-то затраты вырастут, кому-то улыбнется фортуна в 2024 году. Ну, только не смейтесь, пожалуйста. В 2024 году увеличится статья расходов республиканского бюджета с загадочным названием. Общегосударственные расходы. Согласитесь, звучит достаточно туманно. И этим непонятным словосочетанием прикрывают сумму содержания Радия Хабирова и его команды. То есть, это те деньги, которые будут потрачены на его содержание и обслуживание. И эта статья бюджета выросла на 1,3 миллиарда рублей. Это только прирост. Для сравнения, в 2022 году на нужды Хабирова и его друзей, личные нужды Хабирова и его друзей, было потрачено свыше 10 миллиардов рублей. Лично на Хабирова в 2024 году уже уйдет примерно 800 миллионов рублей. Это только ему. Никаким замом, никаким министром. Ну, и еще, значит, где-то примерно 12 миллиардов рублей уйдет на содержание чиновничьего аппарата. Напомню, это не какие-то там абстрактные общегосударственные нужды, это просто их нужды. Автомобили, бензин, прекрасная мебель, банкеты и так далее, и так далее. В отличие от Рустема Шаяхметова, я, как человек, не обладающий фундаментальным экономическим образованием, вижу проблему стремительной деградации региона в том, что регионом управляет человек, который тупо прогулял все лекции по бухгалтерскому учету, когда учился в институте. Ноябрь 2023 года был очень насыщенным, и это видно в том числе по активности на нашем канале. За месяц у нас более 500 тысяч просмотров. За месяц у нас более 150 тысяч уникальных посетителей. И за этот же месяц более 2200 новых подписчиков. Всего лишь за месяц. Это не может не радовать, но и не забывайте, пожалуйста, подписаться на канал «Открытая политика», если вы на него почему-то не подписаны. А если подписаны, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там тоже интересный иной контент. И, конечно же, ставьте лайки, комментируйте и предлагайте темы. И очень важно, чтобы вы знали, мы существуем только потому, что вы на самом деле этого хотите. Только благодаря вашей материальной поддержке существует наш канал. Так что вот вам расчетный счет, на который вы можете перечислять ту помощь, которую считаете нужным. А вот вам еще и QR-код для самых продвинутых, кто умеет им пользоваться. Через этот QR-код тоже можно помочь нашему каналу. На прошлой неделе активно поползли слухи о глобальных перестановках кадров в администрации региона Радия Хабирова. Появилось, собственно, два основных сценария. Первый сценарий. Максим Забелин уходит заместителем губернатора Подмосковья, о чем косвенно свидетельствует его встреча с Андреем Воробьевым на прошлой неделе. И на место главы администрации Хабирова приходит либо Абдрахманов, либо Азад Солдат, которого успешно отпустят с СВО. Ну, почему-то кандидатура Кельсинбаева на место Забелина в этом сценарии не рассматривается. Второй сценарий. Он как бы интереснее и забористее. Забелин тоже уходит в Подмосковье, судя по всему, вот это как раз уже решенный вопрос. И на его место временно, ну, как говорится, на передержку сажают Радмира Мавлиева, как человека, провалившего работу в Уфе. И вот как бы там он посидит немножко на месте главы администрации. Если ничего трогать не будет, то пойдет дальше. А вот мэром Уфы по этому сценарию становится Алан Марзаев. Анализировать и верить слухам, конечно, дело неблагодарное, но мы уже в последние годы научились черпать информацию из мутного болота всяких слухов, домыслов и дезинформации, потому порассуждаем. Начнем с того, что потеря Максима Васильевича Забелина для Хабирова, это, конечно, невосполнимая потеря и большой удар. Максим Васильевич был один из немногих обладателей головного мозга в администрации ради Хабирова. И потому, конечно, ну, как бы работа в определенном смысле будет остановлена. И если место Забелина займет Абдрахманов, ну, вот я без смеха не могу говорить об этом человеке, так это только, в общем-то, к лучшему. Потому что, ну, он максимально быстро доведет политическую ситуацию в регионе до горячего кризиса, ну, и, как говорится, не со зла, а по незнанию. Ну, а там, может быть, нас постигнут уже и более серьезные перемены, потому что, ну, Абдрахманов точно не фигура масштаба главы администрации региона. Ну, а вариант Морзаев-мэр Уфы, конечно, он любопытен, экзотичен. Ну, чтобы такое провернуть, нужно будет очень много стараться, что тоже не любит делать команда Хабирова. В первую очередь нужно будет доказать и объяснить строптивым уфимцам то, что, ну, совсем уж пришлый человек может сделать что-то полезное для них. Потому что, ну, настрадались они, хотя после Мавлиева, конечно, их, наверное, очень будет трудно чем-то удивить. В любом случае становится очевидным, что кадровая политика ради Хабирова начинает бить уже и по нему самому. И будет продолжать это делать еще дальше и дальше, и больнее и больнее. Ну, подтверждением вот этого тезиса может служить недавнее назначение на пост генерального директора Башкира Автодора, взамен арестованного Эльдара Юланова, Эльгиза Усманова. Ну, так уж получилось, что с Эльгизом мы знакомы 15 лет, и я могу полноценно и, ну, как бы, наверное, объективно оценить вот это назначение. Эльгиз Усманов, в общем-то, человек неплохой. Спокойный, осторожный, рассудительный. Ну, есть один нюанс. Он всего лишь охранник. Охранник Рахимова, охранник жены Хамитова. Недавно он, как бы, перестал быть охранником, там, где-то поработал каким-то зам по хозяйству в каком-то санатории. Ну, вот, как бы, совсем он не дорожник. Совсем он не генеральный директор Башкира Автодора. Повторюсь, Эльгиз Усманов мне глубоко симпатичен, но при этом он действительно совсем не из этой песни. Ну, немножко порученец, немножко охранник, немножко доверенное лицо, там, туда-сюда сбегать, что-то обеспечить. Ну, вот это вот. Не масштаб это генерального директора. Вот скажите, пожалуйста, дорогой Радий Фаридович, обращаюсь к вам с опозданием. Когда вы перестанете подвергать риску экономические показатели региона и вообще экономику региона, назначая на ключевые должности, руководящие должности крупных государственных предприятий, людей по принципу личной симпатии? Вот нравится вам человек и все. Вот дам ему Башкира Автодор, Баш Спирт, там, что угодно дам ему, на, дорогой, пользуйся. Неправильно это. Вот запишите, если вдруг не знали, дорогой Радий Фаридович, что лечить людей должен врач, а не друг. Строить дома должен строитель, а не одногруппник. Готовить детское питание должен повар с дипломом желательно, а не собутыльник. Ну и дороги прокладывать, ремонтировать и строить должен специалист-дорожник с опытом и знаниями. Вот не любезный и услужливый охранник, а именно человек профессионально к этому пригодный. Даже если вы ему очень доверяете. Сколько раз уже, Радий Фаридович, вот эти верные вам не смогли заменить умных? Завтра, 3 декабря, в 21.00 состоится 96-й стрим открытой политики. Предыдущий, 95-й, собрал рекордное количество участников и просмотров, так что мы не будем опускать планку. Заходите завтра на наш прямой эфир, задавайте вопросы в чате, пообщаемся. Также вы можете прислать свои вопросы заранее. Пишите их в комментариях под вот этим нашим сегодняшним видео, и я их все обязательно увижу и постараюсь на все из них ответить. Как справедливо меня поправил наш редактор, фразу «своим все остальным закон» сказал вовсе не Бенитто Муссолини, а Альфредо Стресснер, президент-диктатор Парагвая, которого в 1988 году с должности диктатора свергли те самые свои. Так вот, действительно, девизом правления Хабирова можно считать вот эту фразу Альфредо Стресснера «своим все, остальным закон». На своей прямой линии в минувшую среду Хабиров, по сути, бросил прямой вызов силовикам. Вот недословно он заявил так «ни один член моей команды не арестован, либо силовики плохо работают, либо команда моя идеальная, сплошь кристально честные люди». Вот примерно такое Хабиров заявил в прямом эфире. Ну, Радович Хабирович, конечно, лукавил. Нельзя не отдать должное в, собственно, его способности греть братву на нарах. Беляев и Кучербаев сидели в СИЗО и под домашним арестом больше года. Хабиров упорно платил им из бюджета республики зарплату. Почти 12 миллионов рублей отдал наших с вами денег вот ради своих принципов, как он сказал. Или вот, например, арестованный гендиректор Башкиров Тадора, товарищ соратник Хабирова, господин Юланов. Сидит, томится Юланов в темнице, семья голодает, но Хабиров находит выход. Хозяйственное управление главы республики Башкортостан заключает контракт с Раисой Юлановой, супругой Сидельца, на миллион сто тысяч рублей в месяц получает Раиса подряд на стирку грязного белья в резиденциях главы региона. Ну, настоящий друг, ничего не скажешь, поддержал товарища, пока тот на нарах, как говорится, парится. Вот только один нюанс есть. Все вот эти вот широкие жесты и благодеяния ради Хабирова для так называемых своих происходит из нашего с вами кармана, а вовсе не из личного кармана главы. Если бы вот он со своей сберкнижки как бы Беляева-Кучербаева платил этот год зарплату, я бы только аплодировал. Ну, надо же, вот настоящий друг. Ну, получается, что где-нибудь в какой-нибудь далекой Кугорчинской школе учительница получает зарплату 1027, платит с нее НДФЛ в бюджет Республики Башкортостан, и ее копейки в том числе Хабиров отдает вот этим вот уголовникам Беляева и Кучербаева. Вот так получается. Вообще, Хабиров и его команда, собственно, похоже, не видят разницы между своей шерстью и государственной только за один год. Ущерб бюджету, доказанный судами от действий команды Хабирова, составляет 350 миллионов рублей. Туда включается и ущерб, нанесенный Беляевым-Кучербаевым на 56 миллионов рублей. Знаете, сколько из этих 350 миллионов рублей ущерба было взыскано с злодеев, которые его нанесли? Только не падайте со стула. 50 тысяч рублей из 350 миллионов. У меня простой вопрос к Министерству финансов Республики Башкортостан. Так как ущерб в 56 миллионов, нанесенный бюджету Республики Беляевым-Кучербаевым, доказан двумя судами, будет ли Министерство финансов Республики Башкортостан подавать иск гражданину Беляеву и гражданину Кучербаеву о возмещении этого ущерба? А то получается, что мы получим Башспирт 2.0, когда ущерб был посчитан, назван, а вот взыскивать ни с кого ничего не стали. Ну, постеснялись, люди уж больно хорошие оказались. Страшная трагедия случилась на минувшей неделе в Башкирии. Женщина с двумя детьми пересекала реку по мосту на автомобиле, не справилась с управлением, автомобиль упал в воду. Все погибли, женщина и двое ее детей. Обсуждалось это много, многообразно, в подробностях выяснилось, что мост этот был не автомобильным, а пешеходным, но при этом по нему давно ездят местные жители, и местные власти никак не ограничивали этого движения, кроме того, что поставили там рядом какую-то табличку незаметную, что мост пешеходный и не ездите на машинах. Случилось это в селе Азнагулова Белорецкого района, и многих возмутила реакция властей на это событие. Реакция главы Белорецкого района Андрея Иванюты, а за ним и Ради Хабирова. Хабиров отметил, что женщина сама виновата, и нечего было ездить по пешеходному мосту. Иванюта тоже, к сожалению, отметил именно вот эти обстоятельства, а вот соболезнований было немного. Я знаю Андрея Ивановича Иванюту давно, я не считаю его каким-то подлецом, я думаю, что он среагировал исключительно на какой-то чиновничьей инстинктивной такой основе, в том смысле, что надо от себя отодвинуть неприятности региона, но соболезнования, конечно, можно было бы и высказать. Формально и Хабиров, и Иванюта, конечно, правы. Все мы лично отвечаем за свою безопасность, за безопасность своих детей. Действительно, это так, и мы должны заботиться о том, чтобы не подвергать себя и окружающих излишнему риску. Вот когда я в молодости прыгал с парашютом или попадал под какой-нибудь ракетный обстрел палестинских борцов за свободу, мама моя говорила всегда, что я дергаю смерть за бороду. В принципе, наверное, она была права. Окей, Хабиров и Иванюта были вправе обвинить женщину в том, что она поехала не туда, куда надо, да еще и водительских прав у нее не было, ну ладно. Но как же тогда быть с обязанностями властей? Разве власти не должны обеспечивать гражданам транспортную доступность? Вот в этом селе Азнагулова не было автомобильного моста. Чтобы попасть на другую сторону реки, нужно было либо объезжать за 3-9 земель, сжигая дорогостоящий бензин, либо рискнуть жизнью и поехать по этому мосту. Кроме предупредительных табличек, никакой заботы местной власти о безопасности людей не предприняли. Мост в селе Азнагулова нужен давно, но на него никак не найдутся деньги. А вот, дорогой Радьфаритович, попробуйте вернуть те 12 миллионов зарплаты, которые вы зачем-то выплатили Беляеву и Кочербаеву, при том, что они ни минуты за эту зарплату не работали, они сидели в СИЗО. А еще попробуйте вернуть уже доказанный судом ущерб, который нанесли эти ваши дружки в 56 миллионов рублей. Вот тогда хватит и на мост в селе Азнагулова, и на мост в Бураевском районе, потому что там понтонный мост тоже рискует принести нам человеческие жертвы в ближайшем времени. Вот как вам такой вариант, Радьфаритович? И деньги сразу и найдутся. По-моему, очень даже жизненный вариант. Только-только Хабиров успел произнести фразу о том, что земля под застройку на Уфимском полуострове закончилась, и, дескать, нужно идти строить туда в забилие и вообще в заречье. Именно в этот момент товарищ Мавлиев немедленно опроверг своего благодетеля. Мэрия Уфы опубликовала план застройки квартала Карла Маркса Запотоцкого бульвара Брагимова-Домашникова. В этом квартале планируется снести 41 малоэтажное здание и навтыкать там десяток высоток-человейников. Это действительно, пожалуй, последняя золотая земля в историческом центре Уфы, и, естественно, она будет освоена семейкой Мавлиевых. А вот со сносом гостиницы и бассейна Тан в конце улицы Зорге не все так понятно. Намедни Хабиров прокомментировал эту ситуацию так. Дескать, земля там частная, пускай сносят, что хотят. А вот строить многоквартирные дома мы там не разрешим. Ну, где-то мы уже подобное слышали, правда? Вспомнил. ЖК Прайм на проспекте. Ух, там все топали ножками. Не дадим построить, не дадим погубить парк. Ну, дома строятся благополучно. Видимо, какая-то тайная, но очень широкая улыбка персонально Мавлиеву и персонально Хабирову. И достаточно этой улыбки, чтобы получить разрешение на строительство. Боюсь, что с бассейном и гостиницей Тан будет примерно так же. Пилил-пилил Мавлиев деревья в Уфе. Весь центр выпилил. Но, судя по всему, пилил не те деревья. Хотя бы потому, что вот недавно случился снегопад. И только за одни сутки упало 15 деревьев в Уфе и угробило 10 автомобилей уфимцев. Слава Богу, никто не пострадал из людей. Ну, как говорится, это дело случая. Если так и продолжится, то обязательно мы дождемся каких-то жертв и травм. Еще раз убеждаемся в том, что ни Мавлиев, ни его нефтекамские развеселые дружки ни черта не понимают в городском хозяйстве. Со снегопадом, прямо скажем, не очень большим, Мавлиев и его товарищи реально не справились. Ну, что-то надо делать, да? И придумали. А пусть учителя чистят снег. Направили во все школы письма и указания и сели дальше играть в нарды на щелбаны. Ну, вот тут что-то пошло не так. Страктивые учителя со средней зарплатой в 67 тысяч рублей в Уфе, по крайней мере, почему-то отказались махать лопатами и начали возмущаться в соцсетях. Ну, странно. Когда их заставляли вбрасывать бюллетни за Единую Россию, они как-то не возмущались. А когда пришедшая к власти Единая Россия в лице Мавлиева их заставляет чистить снег, они начинают возмущаться. Ну, согласитесь, нелогично. Ну, за что боролись, на то и напоролись. С 1 декабря текущего года администрация Уфы подняла стоимость посещения муниципальных детских садов. Эта стоимость выросла со 151 до 170 рублей в день. В среднем придется доплачивать еще за ребенка по 400 рублей в месяц. Ну, вообще это логично. Ведь у мэрии Уфы масса расходов. Например, вот велопарковку для мэра Уфы купили, смонтировали, собрали. Недорого. За 117 тысяч рублей всего. Велопарковку для Ратмира Мавлиева. Ну, согласитесь, надо же откуда-то брать на это деньги. А 400 рублей для уфимцев в месяц – это же ерунда. Транспортная реформа неумолимо дает свои плоды. В Уфе не могут найти желающих возить пассажиров даже за деньги. Речь идет о том, что в сентябре не нашлось ни одного желающего возить людей за деньги по маршрутам 216, 217, 233, 241, 245, 246 и 295. Решено в декабре снова повторно провести этот конкурс. Ну, что-то мне подсказывает, что Хабиров так настроил свой Техас, что в этом Техасе дешевле не заниматься пассажирскими перевозками, чем ими заниматься. Жители Уфы с удивлением обратили внимание на то, что торжественно открытая, всего лишь месяц назад, копия арки Аксаковского сада начала рассыпаться. Пена из швов высыпалась, краска потемнела, синяя изолента повсеместно отклеилась. Но есть такая удивительная примета и свойства этого новодела. Если встать под эту арку тихим вечером или ночью, в тишине слышен радостный смех Абавяна Эропетяна и примкнувшего к ним радиохобильного. В традиционном, еженедельном и глубоко анонимном опросе на телеграм-канале «Открытая политика» на этой неделе мы выясняли, как граждане и жители Уфы относятся к выборности мэров. 95% опрошенных, а их было примерно 1300 человек, не хотят больше видеть в кресле мэра Уфы, папенькиных сынков и хабировских дружков. И только 5% опрошенных согласны тем, что Хабиров вправе сажать в кресло грядоначальника, хоть охранника, хоть коня, подобно Каллигуле, хотя, конечно, Хабирову до Каллигулы, как Мавлиеву до Архиерея. Кстати говоря, не забывайте подписаться на наш телеграм-канал, там весело и интересно, и там есть своеобразный, отличный контент, который отличается, в свою очередь, от контента на нашем ютуб-канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok